Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Страна ФМ и Спортэкспресса И первая часть чемпионата уже подошла к концу Можно сделать какие-то предварительные итоги Чем пока он запоминает чемпионат Во-первых, народ все-таки так или иначе пошел у нас на футбол Понятно, что это так или иначе, как его называют, эффект чемпионата мира Есть хорошие стадионы Те, кто не успел посмотреть во время мундиали, как его называют Во время первенства мира, на эти стадионы и туда идут Особенно это касается городах, где, естественно, эти матчи проходили В Ростове, в Москве тоже идет определенная волна этого хайпа, обсуждения футбола Вот, народ, в общем-то, идет И чемпионат получается достаточно интересный В принципе, первая пятерка команд оторвалась немножечко Они, в принципе, разыграют медаль Об этой пятерке мы, конечно, и поговорим Это Локомотив, Спартак, ЦСКА, Краснодар и Зенит В общем-то, шансы у всех, наверное, разные У каждого свои проблемы И, как говорится, все счастливые команды счастливы по-своему А все несчастливые футбольные команды, но тоже несчастливы, тоже каждый по-своему Я прям, можно начну с вопросика? Вот Спартак успокоился, насколько он счастлив? Он особенно по-своему как-то счастлив? Слушайте, конечно, он по-своему всегда счастлив Потому что Спартак — это все-таки больше, чем футбольный глупт Спартак — это настоящая секта Это братья Старостина и спартаковский дух, да? И, как в любой секте, там есть свои святые, там есть свои апостолы Там есть свои падшие ангелы Вот сейчас все спартаковцы разделились на сторонников, соответственно, падшего ангела Глушакова Который обидел, так сказать, апостола Масима Карреру Говорят, он его сплавил И, в общем-то, там происходят такие волнения Которые, может быть, даже позавидовали в свое время гуденоты с католиками На трибунах дерутся те, кто за Глушакова и те, кто за Масима Карреру Причем все вместе болеют за Спартак Причем все вместе при этом, да Они вначале поорали, покричат «Боже, Спартак, храни!» А потом начинают друг друга чистить морду Вот такие вот веселухи происходят А как они распознают друг друга в толпе? Когда они успевают смотреть и общаться, кто за кого? Дело в том, что я не самый большой поклонник московского Спартака Я не так часто бываю на их матчах всего два раза в год Когда они играют с моим любимым футбольным клубом Вот, но я думаю, так или иначе, как происходят религиозные, теологические споры Наверное, идет обсуждение, кто-то высказывает свои предъявы, скажем так, друг другу И после этого начинается старый русский мордобой Одно неосторожное слово и понеслась Да, одно неосторожное слово и понеслась Вот, и, в общем, происходит это причем не только на трибунах Многие болельщики, некоторые болельщики, не многие Некоторые болельщики уже пытаются прорываться на поле Некоторым это удается Если в одном случае болельщик выбежал, чтобы, скажем так, хотя бы поговорить с Денисом Глушаковым по-мужски Ему сразу в этом помешали партнеры Дениса по команде В принципе, он, правда, и сказал, что я и не собирался ему бить лицо Но там, честно говоря, тоже очень достаточно странно Молодой человек не самых больших габаритов Ему скорее подошел бы, наверное, для его весовой категории Жану Ананидзе То есть не самый такой большой Смелый какой парень Да, вот Другой болельщик тоже выбежал Тоже подумали, что надо Дениса защищать Оказывается, он выбежал, чтобы ему сказать спасибо И что он его поддерживает В общем, там свои, скажем так, свое настроение И конкурсы там интересные Своя атмосфера Ответ на твой вопрос Сразу ты не поймешь, что выбежал на поле И зачем самое главное Друзья, мы прервемся ненадолго И «Страна о спорте» очень скоро продолжится Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф У нас о спорте все-таки речь идет Он стал чемпионом Является действующим чемпионом Нашего чемпионата Российского Многие, однако, спорят Несмотря на то, что он чемпион А есть у него чемпионский состав И чемпионская игра Да, она как бы временами приходит Ну и так же она временами уходит Состав я бы не назвал, наверное, чемпионским И самое главное, что никуда не делась Главная проблема «Локомотива» То, что продолжается, ну, откровенная война Через средства массовой информации Между президентом клуба и главным тренером Соответственно, между Геркусом и Семиным У каждой стороны свои доводы У каждой стороны свои обвинения Вчера это продолжилось в соцсетях В Твиттере, в частности Алексей, перебью А вот для тех, кто, может быть, не в теме А то вот Влад даже не знал, что скандал Не, я знал, что скандал для тех, кто не успел уловить В чем там основная проблема? Ну, в чем, каждый считает, что прежде всего Кто главнее, в общем-то, да Юрий Павлович То есть к спорту это практически не имеет никакого отношения Ну, почему? В любом случае это футбольный клуб То есть Юрий Павлович Семин Который сделал для «Локомотива», в общем-то, очень много И бесспорно, он и есть история «Локомотива» Он считает, что главным должен быть он Вот, Геркус тоже не безоснователь Но считает, что раз он президент И, в общем-то, в классическом клубе Президент идет выше, чем тренер Потому что тренер это такой же наемный работник, как и футболист Соответственно, главный он Вот, естественно, все это идет Вот эти вот пикировки постоянные Какой футболист нужен или не нужен «Локомотиву» Вот, происходит это все через средства массовой информации Тут такая вот холодная война Алексей, ну вот эта история, она мешает вообще футболистам самим? Мешает самой игре? Бесспорно, бесспорно Это так или иначе мешает Потому что футболисты тоже живые люди Они все это видят, как происходит Ну, вот представьте, допустим, если бы вы с Валерией Устраивали друг другу там всякие подлянки Очень легко представьте Мы делаем это каждое утро Ну, на вас это не сказывается Слава богу, да Так или иначе Ну, может быть, кому-то это помогает Мне кажется, что «Локомотивы» на данном этапе это идет во вред Вот, они сегодня заканчивают свой сезон Матч с Шальки В принципе, «Локомотивы» не самые большие шансы На то, чтобы продолжить свой путь уже в Лиге Европы Потому что на продолжение борьбы в Лиге чемпионов Они уже окончательно потеряли все шансы Вот, «Локомотиву» нужно побеждать немецкий клуб в гостях И еще надеяться, что в параллельном матче тоже будет устраивающий их результат Шансов, признаемся честно, мало Игру «Локомотива» в Лиге чемпионов Да, в общем-то, и ЦСКА, о которой мы тоже сегодня поговорим Вряд ли можно назвать очень уж успешной Вот, ну и провальный уж совсем назвать тоже вряд ли можно В общем, наверное, нам показали то место, где мы, в общем-то, находимся То есть, явно мы не топы пока И мы, в общем-то, пытаемся стать первыми среди середняков Но пока нам это не удается Это имеется в виду «Локомотив»? Это «Локомотив» вообще российские клубы, я имею в виду Потому что ЦСКА такая же проблема Да, команды, допустим, могут выдать, как «Локомотив» Там классный матч против Голота Сарая Временами показывать классный футбол против того же самого «Шальки» Да, в Москве Вот, ЦСКА может обыграть мадридский условно «Реал» Но тут же непонятно за каким образом проиграть чехам То есть стабильности нет Вот этого вот агрессии, инстинкта убийцы, как это называют многие Вот этого российских клубов пока отсутствует Ну, тут объясняется, я говорю, своими проблемами Там, если вот сыскать молодой коллектив Я говорю, мы это позже чуть обсудим То «Локомотива», я говорю, мне кажется, пока еще не хватает чемпионского состава И те, в принципе, футболисты, которые есть Они в силу тех или иных причин пока своего уровня не показывают Не показывает «Смолов», который лучший бомбардир последних лет чемпионата России Не показывает «Хеведас» Это защитник сборной Германии я когда был Но он уже приехал, мне кажется, по большому счету до Игорева Ну, давайте мы все остальное обсудим попозже Продолжим наш зажигательный разговор о «Стране о спорте» Скоро вернемся Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Это телерадиоканал «Страна ФМ» Продолжаем разговор про футбол В гостях у нас вот статистик Да, я выучила это очень сложное слово Издательского дома «Спортэкспресс» Алексей Мороз Просто я до этого, по-моему, как-то путала Не только вы, да, нас часто называют статистами Что неприятно Особенно руководство, да, потому что наше непосредственное Потому что статист — это, в общем-то, тот, кто ничего не делает А статистик — это, в общем-то, тот, кто делает циферки, циферки, циферки Да, все А руководство прикалывается, да? А есть такая точка зрения вообще Да чего там на радио делать? Сидеть, говорить Делов Статисты вы все, да, да Алексей, ну мы будем подниматься, да, потихонечку по пятерочке, да? Да, 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 отнизу к верхам Переходим к третьему месту Третье место сейчас занимает команда ЦСК Московские армейцы с молодым составом, самый молодой состав в лиге Держатся на третьей строчке В общем-то, планируют даже побороться за чемпионство Многие перед началом турнира, перед началом чемпионата России Говорили, что вот, состав поменялся Ушли там Березутские, ушли там легионеры многие Многие там, кто-то завершил карьеру, в том числе Сергей Игнашевич Вот, что команду там многие предрекали чуть ли не борьбу за выживание Вот, действительно, там первые матчи были не самые яркие Ну, в общем-то, вот эта вот молодежь Ей свойственна, в общем-то, в возрасте 18-19-20 лет, естественно, прогрессировать Да, прогресс в 18-19-20 лет добиться, ну, несколько проще, чем в 30-35 Потому что там тоже сформировавшаяся личность, сформировавшийся футболист Ну, в общем-то, ребята прибавляли от игре к игре Ну, третье место можно, наверное, считать определенным успехом на данном этапе Хотя я, в принципе, не понимаю, почему так изначально, ну, слабо котировались московские армейцы Потому что все же у ЦСКА минимум три позиции в лиге, они абсолютно лучшие Да, это вратарь Игоря Кенфеев Вот, это правый защитник Марио Фернандес Который недавно стал россиянином, играл даже за сборную России на чемпионате мира Играл очень достаточно неплохо Вот, и приобретение взяли в аренду на год Это Влашич, классный легионер, на мой взгляд, бесспорный легионер года Лучший, наверное, полузащитник бокс-то-бокс Так называемый центральный полузащитник, который от штрафной до штрафной работает В общем-то, имея таких футболистов, очень интересная молодежь Там лучшим бомбардиром сейчас является Федор Чалов, которому только недавно исполнилось 20 лет За счет этого они не только показывали в чемпионате хорошую игру Но и в лиге чемпионов совершили достаточно сенсацию такую серьезную Обыграли мадридский реал А лучший Влашич, имеется в виду, не в ЦСКА вообще, да? Вообще, вообще в чемпионате Я вот на три позиции, которые лучшие в чемпионате вообще И я считаю, что когда ты имеешь минимум три из одиннадцати позиций Ну, в футболе одиннадцатый человек, это я для Валерии Да, спасибо большое, да Одиннадцатый вратарь Одиннадцатый вратарь Ну вот, соответственно, если три из них лучшие у тебя вообще в лиге, то, в принципе, ты должен рассчитывать на что-то, наверное, серьезное А знаете, я какой вот вопрос сейчас задам Давайте вернемся с вами немножечко к локомотиву, потому что вы сейчас так подробно по составу пробежались А в локомотиве-то вот нужны перестановки, нужны новые люди А планируется ли приобретение каких-то новых игроков? Ну, естественно, планируется, да Да, и другое дело, что здесь вопрос приобретения ради приобретения, на мой взгляд, они не нужны Есть там, да, определенные позиции, которые являются у локомотива, скажем так, проблемными, да Есть такие проблемы и защитные на некоторых позициях, там, с краю в том числе Есть определенные позиции в полозащите, которые также требуются усиления Но самое главное, еще надо вписать футболиста и понять, не приехал ли он, грубо говоря, с ярмарки, там, ну, до игры, да, как получилось в случае с Хеведосом, да, просто Вот, Федор Смолов, ну, наверное, мало кто сомневается в том, что он классный футболист, да Но вся эта ситуация перед чемпионатом мира, во время чемпионата мира и после нее, она Федора Смолова несколько сломала Напомню, что Федор Смолов за короткий совершенно промежуток времени умудрился попасть с машиной Там была очень темная история, и многие говорили, что, скорее всего, Федор был не очень трезвый за рулем Ну, вот, и, конечно же, пенальти в матче с командой Хорватии, нереализованной, решающей после матчевой пенальти После чего на Федора вот этих вот всех собак спустили, не каждый далеко с этим справится Ну, все мы помним, как сидел на поле, там, чуть ли не полчаса, да, вот эту историю Ну, не знаю, мне кажется, все равно как-то более-менее мирно восприняли, потому что все видели, что наши играли прям на разрыв Ну, всегда нас очень часто находят одного-двух котлов отпущения, в общем-то, и в данном случае им стал Федор Смолов И, естественно, на него все это спустили, переживают, и он очень страшно, и зачастую так часто бывает Например, можно вспомнить, ну, Влад, наверное, помнит Александра Филимонова, когда в матче с Украиной допустил очень такую серьезную ошибку И которая, в общем-то, поставила крест на его карьере Очень жалко, если будет то же самое Ну, а потом там не только Смолов, Фернандес же не забил-то пенальти Но, с другой стороны, он сделал так, что мы дошли туда, да? Как там говорили в 17 мгновений весны, запоминается, что последнее Да, да, да А поскольку решающий последний пенальти не забил именно Смолов, то и собак на него все отпустили А я вот сейчас вот... Сейчас, я напоминаю, в 94-м году, например, все вспоминают пенальти Баджо, да? То, что до этого два итальянца еще не забили пенальти бразильцам, да? А них уже даже и забыли По-моему, это был Борези и Массара Я вот просто хотела сказать, он-то до этого головой-то как забил А еще, когда вот он не попал, у него там было все просчитано, траектории, ему миллиметра там не хватило Поэтому все понимали, что все нормально было Слушайте, вот как-то текущий чемпионат России, как мы переносимся в чемпионат мира, да? А потому что да А потому что Валерия уже 10 минут болеет за ЦСКА, и она, естественно, должна защищать Марио Фернандеса Давайте мы снова прервемся, друзья, несколько минут, и мы продолжим на этой стороне о спорте Страна ФМ и Спорт Экспресс представляют Стране о спорте Бывшему клубу Федора Смолова, если уж мы затронули клуб нынешний «Локомотив», то и затронем бывших партнеров Федора команды «Краснодар» Я уже сказал, что каждая несчастная команда несчастлива по-своему, и каждая счастлива тоже по-своему, она у каждого свое счастье Так вот, счастье «Краснодара» в том, что это было бы несчастным для других То, что у «Краснодара» по большому счету пока нет болельщиков, именно в такой большой-большой-большой массе Вокруг «Краснодара» не существует каких-то таких серьезных инфоповодов, да? То есть если они возникают, другие-то скандалы и так далее, они как-то сразу так гасятся, 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 гасятся Допустим, если мы недавно вспомнили историю про Смолова и его нахождение за рулем, или девушкой это его было, до сих пор там непонятная, очень мутная история. Покажи, Федор Смолов на тот момент футболистом Спартака, ЦСКА или Зенита, был бы скандал ужасный, все бы обсуждали и так далее, и тому подобное. В данном случае не произошло ничего. В Краснодар вызывает симпатию у многих болельщиков. Многие поклонники других клубов говорят, если уж не наш клуб станет чемпионом, то пусть станет им Краснодар. Но даже не может болельщик Спартака сказать, пусть это ЦСКА станет. Это просто невозможно. Болельщик Зенита не скажет, ну если ему пусть Спартак тогда выиграет. Но это невозможно, потому что клубы друг друга не переваривают, болельщики точнее. Соответственно, Краснодар находится как-то так чуть-чуть в сторонке от этих всех внутренних вот этих вот склок. И за счет этого, конечно, нормальная атмосфера существует внутри команды и так далее. У Галицкого действительно классная команда. У команды Галицкого, во-первых, классный президент, сам Сергей Николаевич Галицкий. У них суперклассный стадион, который Галицкий поставил на свои замечу деньги. У него суперклассная академия. Команда пытается уже сейчас делать ставку на своих воспитанниках. Мы говорили о молодых футболистах ЦСКА. Нельзя сказать, что у Краснодара, в принципе, тоже молодые ребята подросли. Сейчас играют трое футболистов 99-го года. Соответственно, им по 19 лет. Это Сулейманов, Уткин и Игнатьев. Это все вызывает симпатию. Ну и самое главное, конечно, качество футбола, которое демонстрирует Краснодар. Такой футбол называют сексуальным. Те, кто разбираются... Балерия, прошу обратить внимание на этот клуб. Вам он должен понравиться. Я тебе больше скажу. Я даже понимаю, что есть такой термин, как химия между футболистами. Мы все это уже прошли. Я это помню. Продолжайте. Вот. И все это вызывает какую-то определенную симпатию. Но все-таки не все скандалы удается, конечно, погасить. Потому что некоторые выходят уже за пределы Краснодара. Естественно, тут нельзя не вспомнить о случае, который сейчас, наверное, из всех каналов. И не только спортивных. Это, прежде всего, Мамаев и Кокорин. Мамаев, Паша, является футболистом Краснодара. Скорее всего, теперь уже бывшим футболистом Краснодара. А вот здесь я хотел бы уточнить, насколько возможно, какое развитие событий вообще возможно? Потому что много же говорят, что, да, и говорили с самого начала, что теперь он не там. И до сих пор непонятно, что происходит. Во-первых, то, что Мамаев совершенно, я на 99,9% уверен, что как бы не завершилась история, посодят, не посодят футболистов в Краснодаре, он уже больше не окажется. Потому что Краснодар, клуб частный, они заботятся о своем имидже. И Галицкий, в общем-то, дал четко понять, что продолжать трудовые отношения с футболистом Мамаевым он не намерен. Изначально, когда Паша Мамаев приходил в Краснодар, я знаю, что был разговор с президентом. И президент поставил, скажем так, определенные условия по поведению Павла. Потому что, ну, не бывает так, что человек шел из консерватории в театр, да, и по дороге он зашел в стриптиз-клуб. Рядом от Дубасев там водитель и потом там депутат. Чисто случайно. Чисто случайно, да. То есть за Пашей был определенный шлейф определенных историй. Вот и за Сашей Кокориным в том числе. Вот. Поэтому, конечно, этот шлейф был. Галицкий говорил, что я тебе даю вот последний шанс, постарайся его не... Не про того. Не про того, да. Не про того. Вот. Паша, к сожалению, про того. Вот. Но, мне кажется, все-таки единственный выход данной ситуации, если не посадят футболистов, мне кажется, их все-таки не посадят. Вот у меня тоже есть такое ощущение. Потому что я даже смотрю соцсети, читаю, все-таки изменилась точка зрения публики к этому вопросу. Если изначально, когда это только все происходило, все увидели эти... Ну, действительно, жуткие кадры. Потому что, когда пятеро мужиков избивают одного, это... Табуреткой. Не по-пацански. Ну, и реагировали все очень жестко, на самом деле. Все реагировали жестко. Сейчас как-то все помягче стало. Сейчас, когда уже ребята посидели несколько месяцев в СИЗО, сидеть им еще точно до февраля. Ну, вот. Новый год они встретят там. Вот. Не знаю. Наверное, без Деда Мороза и, наверное, без Снегурочки. Ну, вот. Что за войны печально? Главное, чтобы их Снегурочку не нарядили еще при этом. Ну, вот. В тех местах это не считается здравыми вещами. Дело не в этом. Дело в том, что самый лучший, наверное, вариант для Паши Мамаева, даже вот если их отпустят, потому что, наверное, смягчилось отношение общества к этой всей ситуации. Пожурили и будет. Пожурили и будет. Да, ребят, посидели, одумались, наверное. Ну, в общем, и тому, и другому, конечно, надо выезжать из страны, из России. Потому что в России клубы у нас все-таки по большей части зависящие от бюджета, от государственных денег. Я думаю, им играть уже не дадут. А вот Алексей Ахмат кому свои услуги предлагал? Кокорину или Мамаеву? Предлагали и тому, и тому, и другому. Да, ну, наверное, Рамазан Ахматович один из немногих людей в нашей стране, которому, в общем-то, по большому счету плевать на мнение общества. Я думаю, если он действительно захочет... Он их воспитает как надо. Он их воспитает. Другое дело, что, я думаю, сами ученики небольшого желания не испытывают поехать в Грозный. Потому что, ну, ребята любят стриптиз-клубы. Ребята любят алкоголь. И они прекрасно понимают, что в Грозном и с тем, и с другим у них будут серьезные проблемы. Слушай, вообще, я вот ее слушаю и понял, что мне впервые режет слух. Мы говорим сейчас о спортсменах, о профессиональных спортсменах, о футболистах. Вы любите стриптиз-клубы, Влад? Давайте в полиции про футбол лучше. Я имею в виду, что они обычные люди. Да понятно, да. Простые смертные, которые получают к тому же семизначные суммы на карточку. Так знаете, что еще жалко-то, понимаете? Они же оба очень хорошие футболисты. Беспорно. Потому что вот сейчас они уедут, а на замену-то... Ну, обратите внимание, что мы сейчас говорим о футболистах двух клубов, которые, в общем-то, лидируют в чемпионате России. То есть замену им нашли. Многие говорили, что Краснодар без Мамаева и Смолова развалится окончательно. Ушли Мамаев, ушел Смолов. Команда сейчас идет на втором месте. И реально впервые за долгое время, по-моему, впервые вообще в своей истории, реально претендует на Лигу чемпионов. Нет, был один сезон, когда они в самом последнем туре уступили ЦСКА в конечном итоге. Они сейчас нашли замену. Есть замена. Я по-прежнему всегда говорю, давайте доверяйте молодым. И придут молодые интересные футболисты, как произошло, я говорю, в ЦСКА, в Краснодаре. В Локомотиве, братья Мирунчуки, можно вспомнить там другие футболисты. Вот, поэтому находятся интересные ребята, в том числе и на место тех, кого раньше, в общем-то, считали, как говорят, незаменимые. Но, как мы знаем, незаменимых людей, что нет, в том числе и футболистов. И все, что не делается к лучшему. Кстати, Алексей, да, люблю. Я готов ответить. А это, знаете, так, чтобы жена его забыла, что было на вопрос. Нет, нет, нет. Ну, фишка, так, что никто не понял, что я не профессиональный спортсмен, понимаете? А вы его профессионально летели радиоведущей, если вы будете кого-то бить табуреткой, знаете, вам тоже его огубо. Сейчас я зря ответил. На всякий случай так, стулья достаточно тяжелая. Нет, ну, я еще раз говорю, конечно, так себя вести не подобает. Да, то есть движа журят не за то, что они ходили в стриптиз-клуб, и даже не за то, что они выпили после матча. Это было и раньше, и в 80-е, и в 90-е, и в 60-е, и в 70-е. Да, пожалуйста. Да, ну, выпивают там после матча кто как может там, да. И наши хоккеисты, прославленные советские, выпивали так, что им и нынешним спортсменам и не снилось. Но они играли при этом, да, и в десятером не избивали одного человека. И вели себя прилично. И вели себя так или иначе прилично. Да, были там тоже отдельные всякие истории там у того же Севолода Михайловича Боброва. Но я говорю, Боброва-то любила вся страна не за то, что он там мог полковнику там в голову пробить, или там за то, что он там любовников своей первой жены там вылавливал. За то, что он был потрясающий футболист и не менее потрясающий хоккеист. А мы к «Зениту» может быть перейдем сейчас? Или чего? Да, ну, наверное, мы послушаем музыку. Да, да, да. И мы плавно перейдем к лидеру нашего чемпионата. Алексей же такая, не пора музыку. Алексей, удивительно, тонко подловили тот самый момент. Когда пора. Когда пора. Ну, вы уже поинтересуетесь футболом, я потихонечку меч на роли Диджея. Поэтому... Отлично. Прямо сейчас у нас группа «Каспий, я равен небо», друзья, это страна о спорте. Ну, вот сколько у нас? Две минуточки с копеечками, и мы вновь вернемся и продолжим наш замечательный разговор. О футболе мы сегодня говорим. Страна ФМ и Спорт-Экспресс представляют. В стране о спорте. Лайф. Друзья, в стране о спорте продолжается. У нас в гостях статистика издательского дома Спорт-Экспресс Алексей Мороз. Алексей, доброе утро еще раз. У нас как-то так футбольное утро сегодня у нас там случилось. Это прекрасно все-таки. Утро у нас футбольное спортивное. Потому что перейдем к «Зениту». Да, «Зенит» занимает он сейчас первое место. А можно сразу вопрос хочу задать? Давай. С «Зенитом», на ваш взгляд, может произойти история вот прошлогодняя? Когда «Зенит», «Зенит», а потом «Упсс». Это происходит не только в прошлом году, а и в позапрошлом, в позапрошлом. Удивительная история, которая повторяется из сезона в сезон, из года в год. Как только все начинают говорить, ну, с чемпионом все понятно в этом году, это «Зенит». И там прям 150% уже все. Да, все уже понятно по уровню. Питерский клуб начинает играть как колхоз. А если вот постучать по дереву? Ну, наверное, стучали и стучали. Но все равно это не сильно помогает. Мы живем в Москве. Понятно, что основная часть поклонников питерского клуба живет, что характерно, в Питере. Это вполне логично. Но, может быть, московские болельщики пытаются специально сглазить, я вот думаю. Может быть, нам как-то переманить Михаила Сергеевича Боярского сюда? А он и сам говорит, я живу, говорит, на два города. Ну, совсем на помыже уже. Совсем на помыже? Да, да, да. Вот с шарфиком, со всеми делами. И тысячи красно-белых чертей будут его окружать. Ну, возможно, возможно, стоит об этом подумать. И, прежде всего, Михаила Сергеевича спросить самого об этом. Так или иначе, «Зенит», да, вот в первых восьми или девяти турах была всего одна ничья, все остальное победа. А в последних пяти матчах уже четыре поражения. Это, конечно, удивительно. Команду точно не хватает ни силенок, ни везения. И на результате это, естественно, сказывается. Там был чудовищный отрыв. Опять все начали говорить, да, что с чемпионом у нас все понятно. Посмотрим, кто займет второе и третье место. Сейчас вообще ничего не понятно. Я говорю, пять команд претендуют на чемпионство. Так или иначе, у каждого свои там шансы. Но «Зенит», если по качеству футбола судить последних матчей, то, мягко говоря, далеко не фаворит в этом противостоянии. Тут какой момент? Фактор Артема Дзюбы. Артем Дзюба провел потрясающий год. Он его начинал в арсенале тульском. Забивал там почти в каждом матче. В том числе и своему бывшему нынешнему клубу «Зенит». Потом все мы прекрасно помним лето. Чемпионат мира. Где Артем Дзюба показал себя не только прекрасным бомбардиром, но и своей харизмой влюбил в себя всех домохозяек. Да и домохозяев уже? Что уж говорить. Местный Роналдушка. Местный Роналдушка, да. Влюбился во всех, но помимо этого он очень много забивал. В начале осени забивал тоже, как и из пулемета стрелял. Но нельзя, ну, если бы он так все время играл, он был не Роналдушко, а Роналдой. Играл бы в Реале, или сейчас он играет там в Ювентусе. Весь сезон так вытянуть нельзя. У Артема Дзюба наступил спад. Наступил спад не только у Артема Дзюба, но и у многих других футболистов. Прежде всего и физически, психологически. Это мы о Зените говорим сейчас, да? О Зените, да, конечно. О сборниках Зенита. Вот, команда, естественно, покатилась вниз. Я думаю, что весной ребята подзарядят свои батарейки за время этого перерыва. Сергей Богданович Семак проведет определенную работу над ошибками. Зенит включится, естественно, обратно в эту самую борьбу, из которой сейчас... Ну, не то, что его выключили. Нельзя выключить команду, которая идет на первом месте, чемпионской борьбы. Но все говорят, все, Зенит сдулся, надо срочно что-то менять. Ну вот, и у Зенита не было никогда такого чемпионского футбола. Но на всякий случай тут два момента есть. Первый. Зенит по ходу этого сезона потерял одного из самых тонких и, на мой взгляд, одного из самых недооцениваемых футболистов нашего чемпионата Кристина Нобуа. Он очень тонкий, умный футболист. Получил разрыв крестов. Очень часто такая крестообразная связка. Жалко мне это вообще. Да, вот. Все, кто интересует футбол, прекрасно знают, что это полгода. И на сколько он выпал? А, полгода, да. Стабильный такой срок, стабильный полгода. Там плюс-минус несколько недель. Вот, соответственно, его раньше весны ждать не стоит. И, в общем-то, Зенит, конечно, из-за этого очень много потерял вот таких вот мозгов футбольных в центре поля. Ну и самое главное. У тебя впереди играют Артем Дзюба и Антон Заболотный. Форварды габаритные, да. Очень странно, имея впереди достаточно габаритных форвардов, у которых сильными сторонами являются вот эта вот мощь, умение продавить, там, насесть, выиграть борьбу какой-то там на втором этаже, там, на головой. Очень странно играть там низом в пас коротенький с ними, да. Да, ты, естественно, должен задействовать их какие-то сильные стороны, вот эту вот мощь. Ну вот. И да, футбол, возможно, этот не всем нравится, да, не всем по душам. Это не такая легкость, как, о которой вот мы говорили, у Краснодара, да. Присутствует, где коротенький пас, пяточки, там, забегание и так далее, там, глаз радуется. Пяточки, как это прекрасно звучит. Прекрасно, да. Ну вот. У «Зенита» такой более мужской футбол, он мне напоминает, кстати, ту пору, когда Сергей Семак играл в ЦСКА, 2002-2003 год, и футболисты «Зенита» тогда обвинили в ЦСКА, что ЦСКА, говорят, они назвали это футбол «Конский». Конский. Конский футбол, ну, естественно, все прекрасно знают, что ЦСКА прозвище такое относительно. Вот ЦСКА был такой футбол, построенный на атлетизме, да, но там это было логично абсолютно, потому что в ЦСКА в ту пору играли такие, скажем так, не самые тонкие футболисты, как Денис Попов, Андрей Соломатин, там, Дима Кириченко. Причем я, ну, с некоторыми этими футболистами знаком, они ни в коем случае на меня не обижаются. Они здоровые, мощные такие мужики, которые затоптать, сломать и занести этот мяч вместе с соперником и вратарем в ворота. За счет этого ЦСКА там становился чемпионом и обладателем кубка. Странно, я еще раз говорю, «Зениту» и Сергею Семаку, который знает этот футбол, пытаться построить там футбол Краснодара, потому что у него футболисты явно не под этот футбол. И опять-таки, помимо Нобуа, которого они потеряли, естественно, они потеряли Александра Кокорина, который вместе с Павлом Мамаевым наблюдает сейчас футбол по телевизору в славном месте бутылка. Как минимум до февраля. В очень славном месте. Слушайте, у нас 30 секунд осталось, собственно, на этом все. Хорошо, как ты говоришь. Да, у нас в гостях был статистик издательского дома «Спортэкспресс» Алексей Мороз, который много сегодня чего интересного рассказал, но в глазах, которые я читаю, да, ребята, да все равно же будет ЦСКА. На этом мы прощаемся с вами, вот, не будем пытаться сглазить, вот, всего хорошего, болеть за свою любимую команду, не обязательно за ту команду, за которую теперь болеет Валерия, вот, ну и самое главное, болеть за сборную России. Спасибо, Алексей, приходите к нам еще. Всем пока, друзья, до завтра.